Телеканал Спорт По качеству эта игра рискует, во всяком случае, римское дерби ему сегодняшнему матчу уступить. Может быть и нет, но не будем торопиться, тем более, что римское дерби все-таки есть римское дерби. Встреча, в которой Дженуа, одна из самых интересных команд и, кстати, одна из самых разумно управляемых с точки зрения менеджмента, встречается с Ювентусом. Мало того, что Ювентус есть Ювентус. Мало того, что в составе Ювентуса играет Александро Дель Пьера, который в последнее время находится в восхитительной форме. Мало того, что Ювентус одержал уже шесть побед подряд, учитывая матч и в Лиге чемпионов, вот, кстати, Александро Дель Пьера. Так еще Ювентус встречается совсем скоро с питерским зенитом. Правда, туринцы свою задачу решили, дважды покрошив в Венегрет мадридский Реал. Причем, по сути, главным поваром выступил как раз человек, который нам с вами только что показали. Александро Дель Пьера. Ну что же, вот так у нас получается Ювентус Дженуа. Но нам показывают Мелита, хотя дали титр, что это Джан-Лука Рокки. Нет, это не Джан-Лука Рокки, Джан-Лука Рокки арбитр главной сегодняшней встречи, который представляет Флоренцию. Правда, в Флоренции, вроде как говорят, Ювентус не очень любит, но профессионализм, он всегда есть профессионалист. Вот он, Джан-Лука Рокки. Итак, Ювентус Дженуа по поводу того, почему матч сегодня играется. Дело в том, что сборная Италии по регби проводит матч вот совсем скоро здесь, в Турине, на стадию Олимпика. Я специально поинтересовался у Алексея Пишнина, который любезно меня проинформировал, что с аргентинцами играют товарищеский матч. Итальянцы, понятно, что в Италии спорт номер один это футбол, хотя есть и другие популярные виды спорта, как и волейбол, и велоспорт. Но в последнее время регби тоже набирает популярность и, в общем, стараются, стараются в Италии этот вид спорта развивать тоже. Ну и вот нам показывают Джан-Пьер Гасперини, главного тренера Дженуа. Я думаю, что внимательнее нужно присмотреться к этому человеку, потому что команда у него в высшей степени интересная. Ну и главный тренер Ювентуса Клаудио Раньери его нам уже показали раз пять. Еще раз смотрим на Джан-Луку Рокки. Поехали. Встреча должна быть, очень хочется на это надеяться, любопытной, прелюбопытнейшей. В составе играющих команд. Итак, в воротах у Дженуа Рубиньо. 83 номер, 15-й Патенце, 13-й Феррари, 25-й Бьява, 4-й Кришито, 33-й Росси, 28-й Киаго Мотто, 7-й Юрич, 18-й Газбарони, 22-й Диего Меллито и 10-й Паладино. Гасперини, Джан-Пьеро Гасперини, главный тренер Джена. Ювентус в воротах Маннингер, 13-й номер, Грегера, 21-й, Легроталье, 33-й, Киевине, 3-й, Малинаро, 28-й, Маркиони, 32-й, Сесока, 22-й, Тиагу, но уже другой Тиагу, 30-й номер, Недвер, 11-й, Амаури, 8-й и Дель Пьеро под 10-м номером. Главный тренер этой команды Клаудио Раньери. Если говорить о неких неожиданностях, ну, все-таки ждали, что вернется уже в состав. Вот, посмотрите, какое-то уточнение я вам даю. Нет, это совершенно я вам верно зачитал состав. Дело в том, что у итальянцев так бывает, что состав часто меняется в последний момент. И дают предварительную графику, уточняют ее по ходу матча. Но, в общем, слава лайв-порталу La Gazette dello Sport, там всегда успевают на эти изменения среагировать. В частности, в стартовом составе Джено изначально числились Скули, Ван дер Боро и Папа Стотопулус. Но в итоге ни того, ни другого, ни третьего в составе все-таки не оказалось. Зато Патенци сегодня на поле вышел. У Ювентуса, помимо того, что Маура Камаранези уже восстановился, и, как говорят, во всю тренируется, все-таки он пока в основе не выходит. Его меняет на правом фланге, не первую уже игру, Маркионе под 32-м номером. Ну и в центре, поскольку травмирован Паульсон, пару сисока составляет португалиц Тиаго, который ругался-ругался с Ювентусом, грозился уйти. Сейчас перестал грозиться, играет регулярно, хотя все-таки заявляет, что переход к Ювентусу был ошибкой. Не с той точки зрения, что это плохая команда, а с той точки зрения, что не так много матча он провел в последнее время. Дель Пьера с мячом уходит от соперника Алессандро Дель Пьера. 34-й свой день рождения отметил в прошлом туре Алессандро Дель Пьера. Отметил как надо блестяще, реализовав штрафной, назначенный в сторону ворот Веронского Кьева. В этом матче выиграли со счетом 2-0. Туринцы второй мяч на счету Винченцо Юквинте. Ну и пара форвардов в Амауре Дель Пьера, она на сегодня основная. Таким образом, почти нет никаких неожиданностей, если говорить о Ювентусе. У Ювентуса уже достаточно протяженная, достаточно длинная серия победная. 6 матчей, это уже, в общем-то, серьезно. И на сегодня Туринц шестый в чемпионате, 21 очко после 16 встреч. А Дженуа находится на седьмой позиции. И у Дженуа всего лишь на одно очко меньше, чем у Ювентуса. Генуэзцы исключительно плодотворно поработали на трансферном рынке. Закупили сразу нескольких сверхсерьезных футболистов. И, мало того, отдача от этих футболистов получилась очень серьезная тоже. Вот только что Тиаго Мотто выполнял передачу. Все мы прекрасно помним этого бразильца, когда он играл за Барселону. Но, правда, говорили про Мотто, что характер у него, дескать, такой не очень, да еще норовит на все время травмироваться. И что стеклянный футболист ноги убирает. Однако он приехал в Гену и выступает в этом сезоне из Донорова. Ну и второе супер-прообретение только что на ваших экранах. Диего Мелито. Этот футболист, как заявил Диего Армандо Марадона, другой Диего рассматривается им в качестве основного нападающего сборной Аргентины. Такого столба. С ними вообще у аргентинцев некоторые проблемы. Про Марадону и дела аргентинские чуть попозже, потому что от этого никуда не уйдешь. Но пока скажу, что помимо этого в команде оказались Папа Статапулос в этом сезоне, оказался Феррари. Ну и Рафаэль Паладина, в прошлом году выступавший за Ювентус. Впрочем, такое туринское ювентийское прошлое сразу несколько футболистов Ювентуса. Так что этим здесь не удивишь. Дель Пьера с мячом. По-моему, Феррари капитану Ювентуса хлопнул по ногам. Если Ювентус играет, в общем, по достаточно привычной уже схеме 4-4-2, то часто очень используют... Да, по-моему, в мяч, что он не попал Феррари. Кто использует... Попал. Используют Ювентуса схему с 3-мя защитниками и 5-ю или 4-мя полузащитниками. Но вот сегодня, все-таки, по всей видимости, защитников... Вообще трое, да. Чистых защитников у Ювентусов именно что трое. Команд, которые играют в Италии в 3 защитника, их на самом деле очень мало. И вот Ювентуса одна из таких команд. Именно Дженна одна из таких команд. Может быть, связано это с тем, что в составе Дженна достаточное количество хороших центральных защитников. Но при этом классных крайних защитников все далеко не так здорово, Дельфьера. Как здорово. Атака Ювентуса через правый фланг. Удар. Гол. В самом начале встречи. Это Грегера, получается, подключился в атаку. И туринцы открывают счет. 1-0 в пользу Ювентуса на шестой минуте встречи. С Денни Грегера первое же подключение. Ну, во-первых, Дельфьера в очередной раз сыграл восхитительно просто. Грегера пробежал, по сути, до угла вратарской, а затем пробил в дальний угол. Давайте мы еще раз посмотрим, как легко в стороне одним движением оставил Кришито. Посмотрите. Ну и дальше Грегера аккуратно в дальний угол. И, надо сказать, попал, что надо. Еще раз. Кришито еще и схватил Грегера руками. 1-0. Вот такое бодрое начало. Про Денесов многие говорят, что команда эта не совсем закрытая. И даже наоборот, в открытый футбол играть умеющие. Но вот как теперь они будут в атаке себя реализовывать, посмотрим. Итак, три центральных защитника. Феррари, Кришито и Бьява. Еще один очень интересный футболист. Четыре чистых полузащитника, потому что потенция это именно что полузащитник. И, условно говоря, три футболиста атаки. В центре Мелитто по флангам его поддерживают Газбарони и Паладина. Да-да, тот самый Рафаэль Паладина, которого мы с вами в прошлом году могли бы в составе Ювентуса. Хороший футболист, хотя все-таки на мой скромный вкус так немножечко он из туринской игры вываливался. Видимо, для Ювентуса класса ему немножко не хватало. Хотя, в общем, способность его, на мой взгляд, достаточно очевидная. И Джена он как раз вполне может себя найти. Мелитто. Передача на левый фланг. Мотто. Вот, пожалуйста, и генуэсты пошли вперед. Пошли. Кто дальше? Через центральную зону. Пожалуйста, и Паладина. Паладина попробовал нанести первый удар поворотом. Да что-то его освистывают. Но он с удовольствием, я думаю, остался в Ювентусе. Но пошли уже разговоры про Джавинко. И в итоге Паладина запустил мяч. Причем запустил болельщика Дженуа. А вот и Маура Херман Камаранези. Круто, кстати, сделал. Видели? Как Джавашка поймал. Здорово. Может быть, мы сегодня его на поле увидим. Главный тренер Дженуа Гасперини. Кстати, вот я в лицо-то его не очень знаю. Сейчас внимательно присмотрю, чтобы у него выйду на будущее. Кришито. Убивает мяч в центр. Торсисока. Марк Йони. Григера. Ну, Григера, да, совсем правильно по-чешски. Но так уж не будем совсем следовать. Привыкли уже Григера. Милиту назад возвращается. И отбиваются пока Генуэс. Мотто. Вы, может быть, помните, в Барселоне он играл копной волос на голове. И даже завязывал его, эту копнув, косичку. Но сейчас он коротко стрижет. Потенция. Несколько неожиданно то, что остался в запасе Джузеппе Скулли. Футболист, который в прошлом туре в составе Дженуа отличился. В прошлом туре досталось от Генуэсцев Реджини. Джена выиграл со счетом 4-0. У Реджины хит-трик сделал Милита. Забавно, что именно Милита, потому что еще один аргентинец. Еще один претендент сборной на место Марадоны на позицию центрального форварда. Мощного на позицию столба. Чуть раньше тоже сделал хит-трик ворота Реджины. Я имею в виду Хермана Денниса из Лацо. Передача вперед. Легра талии. Головой пробрасывает мяч еще дальше. Нарушал правила Александра Дель Пьера. Поставил корпус. А нет. Родик-то считает, что против самого Дель Пьера фолили. Фол еще раньше был. Толкнули Недведа. Вот Дель Пьера действительно немножечко локтем работал. Паладина. Можно сделать пас налево. Но безборони. Тащил-тащил. А передача в итоге не получилась. Маркиони вернулся назад. Поближе к линии обороны. Чисока. У Ивенца по-прежнему очень много травмированных в команде. Если с Джорджи Андрадо все в общем понятно. Португалец лечится-лечится. И я не думаю, что будет продолжаться его карьера именно в Турине. Но покупка этого очень хорошего защитника изначально была рискованным предприятием. Поскольку от Джорджи Андрадо футболисты чрезвычайно травмом подвержены. Положение вне игры. Организовали быструю атаку через левый фланг. И уже не первую. Вот если посмотреть внимательно. Раз за разом по этому самому флангу Газборони периодически делает рывки. А кстати положения вне игры здесь не было. Перестраховались суди. И тут помимо Джорджи Андрадо травмирован по-прежнему Кристиану Цзанетти. Травмирован Джонатан Забина. Лечится Давид Трезиге. Кристиан Коульсон я уже сказал. Сделали операцию Дарио Кнежевичу. Повреждение у Хасана Салихамиджича. Ну и наконец самое серьезное повреждение для Ювентуса. Я имею в виду для командной наверное игры. Это Джан-Лу Джимлифон. Джан-Лу Джимлифон выбыл и до января. Предположительно играть не будет. Паладино. Как хорошо на Мелитова. Мелитова. И еще дальше на Паладино. Попадает под жесточайший подкат. Но при этом исключительно точный подкат Киеллини. Чем дальше тем лучше играет Джорджи Киеллини. Вот он Диего Мелитова. Есть еще один Мелитов центральный защитник из Барселоны. Это его брат младший. Удар по воротам. А Маннингер-то проспал. Как-то неловко очень. Вроде бы стал прыгать, потом не стал. Матео Феррари. В свое время футболист подавал большие надежды. Играл в различных сборных юношеских. Одно время в Парме была связка центральных защитников. Феррари Бонеро. Бонеро сейчас в Милане. В роли так скорее резервиста. Хотя сейчас играет. А Феррари поиграл в Интере. Съездил в Англию. Поиграл в Эвертоне. И поиграл в Роме. Из Ромы его удивительно легко отпустили. Учитывая, что все-таки у римлян определенные проблемы в центре обороны есть. Но Феррари играть хотел. А там связка центральных защитников уже была организована. Сколочена без его участия Миксес Жоан. Предлагали контракт серьезные клубы Феррари. В том числе и Милан. Которые я уже упоминал. Но Феррари, как я только что сказал, играть хотел. А не сидеть на лавке в мощном клубе. Поэтому отправился в Дженуа. Справедливо рассчитывая, что там он будет играть много. И он действительно играет здесь много. Маннингер. Тяжело, наверное, психологически. Будучи, в общем, совсем неплохим голкипером. Прекрасно понимать, что как только выздоровеет Буфон, ты сядешь сразу на лавку. Прочно. Диагональ. Дель Пьеро. Мяч остановил здорово. Дальше Мулинара поддерживает эту атаку. Навес на ближнюю штангу. Но какая-то бездумная немножко передача. Рубиня. Пас вперед. К Елине. Легра Талии. Маури. Мотта. Задумано было неплохо вроде бы. Вот он, Тиаго Мотта. Сейчас он выглядит именно так. Сомневались, что он вообще будет в Дженуа играть. Вспоминали, как уже после Барселоны у него в атлетике по Мадрид дела не задались. Однако Тиаго Мотту в Дженуа достаточно легко влился в состав. Вот примерно так же, как влился в состав Ювентуса Мохаммед Цисока. Цисока. Дель Пьера. Сейчас же получил по ногам Дель Пьера. Бьява. Еще один весьма неплохой защитник. В принципе, если говорить именно о понятии неплохой, качественный, то почти весь состав Дженуа такой. Передача. Мотта сыграл здорово. Это, кстати, вообще-то не Мотта был. Но Мотта все равно сыграл здорово вот сейчас. Это Кришито был чуть раньше. Кришито. Безборонье. Драгира, что творит сегодня Мотта? Через фланг атаку развернули. Через Патенцию. Патенция. Мелитто. Юрич. Не очень что-то такое понятное вышло сейчас у Генуэса. Но два раза уже подпускали футболисты Ювентуса. Генуэсов совсем к линии штрафной. Шестнадцатая минута встречи. Я думаю, что справедливости ради я сказал, кто травмированный Ювентусу. Там много кто. У Дженуа тоже три футболиста травмированы. Это Паро, Меланетто и Модесто. Но все-таки у Дженуа большая часть футболистов на поле. Мало того, все лидеры здесь. Все они сыграть смогли. Ну или смогут, если решит делать замену какие-то Гасперини. Двидо мяч. Паладина отбирает очень легко. Патенция на правом фланге. Передача сразу пошла в штрафную. Сисока. Дальпьера пяткой. Не глядя и при этом не удалось прервать эту передачу. Недвед. Будет Недвед помоложе лет на пять. Я уверен, что мяч бы он достал. Но что делать, что делать. Все равно, на мой взгляд, Недвед в этом сезоне играет лучше, чем в прошлом. Может быть, это связано с тем, что вовсе не играет Мауру Камаранези. В прошлом году большая часть комбинаций в полузащите была завязана именно на Камаранези. Дальпьера. И опять Дальпьера. Пришито. Пас на левый фланг. Всегда можно сыграть через капитана. Россия мяч получил. И дальше через Россия попытка атаку развязать получается. И даже передача прошла в штрафное. Снабжать вот такими мячами чужую штрафную площадку будут периодически Денуэссе. Там есть Мелита. Ну, есть Мелита. А у Юентуса есть Маури. В прошлом сезоне, если брать первую десятку бомбардиров, из них больше всех мячей именно головой. Вот после подобных передач забил бразилица. Диава сыграл на Феррари. Феррари. Мотто. Мелита. В чужой штрафной площадке. Мелита. Удар! Мяч мимо ворот пролетел. Фантастический эпизод. Вот он, Диего Мелита. Но про него нужно поподробнее рассказывать. Расскажу чуть попозже. Посмотрите, как все здорово сделал. Оттолкнулся от Легратали. Обыграл к Елине одним движением. И сразу пробил в ближний угол. Лучший бомбардир итальянской серии А на сегодня. Диего Мелита. Девять мячей. Дальше идут Джалардино. У него восемь. И Мауру Сарата. Из Латса семь. Ну и у нас уже на девятнадцатом месте встречи и моменты голевые, и атаки вовсю. Вот так. Росси. Потерял мяч. Безбородник был никакой. Не Росси, но мяч все равно потерял. Мы в этом еще раз посмотрим. Отсюда и сразу не скажешь. Один единственный матч сегодня. Вынесенный из-за регби. Ну, посмотрим, как, в общем, будет развиваться в будущем регби в Италии. Ну, а тут еще и поединок с аргентинцами, которые тоже в последнее время очень здорово прогрессируют именно в этом виде спорта. Ну, как мне Андрей Лавринцев рассказывал, в последнее время очень стали в Италии регби продвигать. И это стало чувствоваться, даже если смотреть на прессу. Понятно, что футбол здесь всегда будет особым видом спорта. Ну, за, так сказать, титул первого среди прочих вполне может регби побороться. Но, с другой стороны, хороший атак через Рубини. С другой стороны, регби в Италии в дикой онку никогда не было. Италии всегда в крупных формах принимали участие. Мелитто. Пытается оттереть корпусом. Тут желтая карточка должна быть, я думаю. Грубовато получилось. Нет, Мелитто не получил предупреждение, хотя Марк Йони надеялся. Много-то он поставил, но по этой самой ноге соперника Двего Мелитто рубанул. Грагера. Передача в район центральной зоны. Елини. Пас налево. Падение Маурио, который больше падает пока. Паладино. Бистер очень здорово мяч разыграли. И не стал уводить атаку на фланг. Пока вообще через правый фланг, как таковой, через потенцию, Джено играет немного. Мотто. Паладино. Ну вот, пожалуйста, потенцию мяч получает. Причем он как-то так не поверил, рванулся не сразу на эту передачу. Пас справа. И опять Киеллини. Подстраховывал, по сути, здесь Киеллини Малинаро. Патенция. Чужую штрафную. Патенция. Безобразная передача получает. Не в первый раз. Кришито. Дальний удар поворотом. Кришито принадлежал Ювентусу. И даже в составе этого клуба немножко играл. Однако в прошлом году, еще в прошлом году, был одолжен в аренду Джено. Ну, а затем случилось то, что довольно часто случается. Выкупили Кришито. Денуэссе. И он теперь принадлежит Эхмаке. Юричи рядом с ним Амаури. На Амаури. Не было здесь накладки. Нет. Опять как Кришито сыграл. Вот один-то раз его Дель Пьеро обыграл. Но с тех пор центральный защитник. Все-таки будем называть его центральным. Потому что, еще раз скажу, играет в три центральных защитника Джено. Почти не ошибается. И на опережение здорово играет. К Елини. Побежал к чужим воротам. Тут его Мотто и настиг. Ну, так беззлобно для порядка прихватил соперника 88-й номер Джено. К Елини. Передача. Это Марк Йони был, между прочим. Издалека можно их спутать с Алисандро Дель Пьеро. Они оба достаточно техничные. Ну, Марк Йони достаточно техничен. А Дель Пьеро фантастически техничен. Ладино. И одного роста. Ладино. Передача справа к Елини. Пока все накрывает. Ему все время приходится вычищать вот эти подключения Малинаро. Вообще, то, чем мне, честно говоря, Малинаро очень нравился. Например, в прошлом, там, позапрошлом сезонах. Теперь уже стал немножко раздражать. Потому что подключения у Малинаро регулярные. А току от них не так, чтобы очень много. Паладино. Обыгрывает Недведа. И с левой ноги. Пока ни одна подача не прошла. Причем не столько по вине защитников Юве. Сколько по вине самих футболистов Джена. Дель Пьеро. Я вообще осмелюсь высказать такую точку зрения. Безусловно, были времена, когда Александр Дель Пьера был моложе, бегал быстрее. Боролся агрессивнее. Я, честно говоря, сколько я уже смотрю матча итальянской серии, я не припомню, чтобы Дель Пьера был настолько полезен в команде. Он вообще практически... Вы обратите внимание, конечно, бывают, да, у всех эпизодов. Но он практически не делает ненужных вещей на поле. У него каждое касание, оно полезно. Потенца. Выносит мяч вперед. Потенца. Есть возможность у Ювентуса. Маркеренко был совершенно свободен. Однако Тиаго решил тащить мяч до конца и бить тоже самостоятельно. К Елине. А Маури. Передача с правого фланга. Вот он, Амаури. 2-0 в пользу Ювентуса. Дженуа атаковал, атаковал. Ни одной толком передачи не получилось верхом. А Юве сразу, посмотрите, как прострелил. Пропороли сейчас. Буквально пропороли штрафную соперника. 2-0 в пользу Туринского клуба. По сути, даже не ударил, а скорее срезал мяч. Очень здорово, бразилец. Еще раз смотрим. А это, между прочим, Грегера передачу сделал. Марк Юни здесь оказался. А Грегера навесил идеально. И шансов у Рубини по сути не было. Вот так. Нарушение правил. Понятно, что при игре в три защитника, чрезвычайно активно должны быть крайние полезащитники. Сегодня, если брать Дженуа, это потенция и Росси, которые, по идее, должны накрывать. Бланги активно очень помогать. Мелитто! Пробрасывает мяч сеткой ворота, однако уже было зафиксировано положение вне игры. Так вот, должны помогать они своим защитникам. Опять не было офсайдов. Второй раз не считают туринцам офсайдов. Вы посмотрите, чистый голод разобивает Мелитто. Но почему-то оба раза решение принимает арбитр. Ну, здесь не Рокки, конечно, виноват. Он невнимательно работает Лайнфер. Одним словом, зоны свободные есть в обороне у Джену. И не исключено, что будут какие-то, может быть, и перестановки. Мелитто. В прошлом году дважды выиграл ивент у Дженуа. 1-0 дома и 2-0 в гостях на стадии мы выиграли в 2-1. Дженуа был совсем другим в прошлом году. Я не думаю, что сейчас стоит подробно на этом зацикливаться. Но если будет какая-то пауза, я это не расскажу. А лучше для команды будет на второй, наверное. Проходите, и будет немножко времени. Игра идет очень бодрая, потому что в атаке Генуэзки смотрятся хорошо. Они немножко в обороне не успевают. И даже немножко, но тем не менее. В атаке, смотрите, в центре поля отбора включают. Передача. Проиллюстрировать мои слова Генуэзцам сильно не хотелось. Легратали. Феррари. Дьява. Кришито. Вот так. Ходит от Сусока. Сусока еще просто так никто не уходил. Малиец догоняет соперника и останавливает. Передача назад. И опять на левый фланг. Паладина. Насчет отсутствия грамотных атак и через правый фланг не только Патенса Винанна. Паладина-то тоже надо активно так все чувствовать и вести. Патенса. Паладина. И все-таки зафиксирована на решение права со стороны к Елине. Чрезмерно жестко. И все-таки зафиксирована на решение права со стороны к Елине. И все-таки зафиксирована на решение права со стороны к Елине. Навес сильный. Если Геннадзе до перерыва забьют, то тогда второй тайм вообще будет боевым. Если не забьют, он все равно таким будет. Паладином. И опять Паладином. Передача с фланга. Здорово! Нога поехала. Это у Мотты пас налево. Передача верхом теперь. И опасный момент какой. Майнингер до мяча не дотянулся. Защитники туринцев не то чтобы в панике, но торопливо очень отправляют мяч подальше от собственных ворот. Смотрим еще раз. Росси. Выронил мяч. Просто выронил мяч Маннингер. Если бы успел Мелитто, то счет стал бы 2-1. И еще один эпизод. Да. Вам показывают. Нет, мне показалось, что Рукуй не играл в этом эпизоде Мотта. Скорее плечом. Грудной мышцы. Между прочим, в этом сезоне Джено выиграл дома у Милана 2-0. Выиграл дома у Ромы 3-1. И в Милане не проиграл Интеру. 0-0 закончилось. А, и у Наполя выиграл 3-2. То есть и у Динеза в гостях не проиграл 2-2. То есть результаты очень серьезные. Да, были и неудачи, поражения от Фиорентина и Палермо, например. И пока дела идут не лучшим образом. Но главным делом из-за того, что в оборонной ошибке. И через правый фланг. Там еще раз показывают второй мяч. Кружок какой-то великолепный. Денефисовый. Драгер. Между прочим, вот титры, которые итальянцы дают все время. Я не первый раз обращаю внимание. Вот если посмотреть на возраст, почему-то дают всегда на год больше, чем футболистам действовать. Вот, например, когда забил мяч в Бразилии, показали, что он 29 лет. Это неправда. Он 80-го года рождения. Он 28. Патенца. Паладина. Чересчур просто. Ну и Патенца делал передачу сильную. Правда, здесь сыграл хорошо. Сесок отжал. Паладина. Пас с фланга. Справились. Но атака будет еще одна. И опять Паладина. Вот. Ну, наконец-то Паладина взялся за дело. И заработали оба фланга у Дженова. Передача на фланг. Мотто. Паладина. Слишком просто. Мотто. Как здорово Мотто играет. Но вот здесь немножко другого строительства не поняли. Через центральную зону. Без барони. Росси. И ноги Марк Йони. Тоже бывают крепкие. Правила нарушают. Через фланг. Рокки дает свисток. Был от сайта. Здесь был. Тридцать четвертая минута встречи. Ювентус Дженово. 2-0. И игра очень хорошая. Рубинио. Пас центр. Руси. Патенция торопливо побежал туда в свободную зону. Мяч пропускает на него Паладина. Зажали уже Туринца в центре поля. Патенция. Проигрывает борьбу Недведу. И дальше быстрая передача на Тиагу. Тиагу. Тиагу остановили. Мяч за боковой линией. Палдио Раньери очень хвалил Дженово перед началом этой встречи. Говорил про отлаженность игры. Отмечал и работу тренера и президента. И он назвал Дженово одной из восьми сестер. Ну, то есть подразумевается одна из тех восьми команд, которых разделяют сегодня всего лишь четыре очка. Между восьмым и первым местом в Италии всего лишь четыре очка между Фиорентиной и Интером. То есть Раньери дал недвусмысленно понять, что считает Дженово одним из топовых клубов. Но отметим, что вот из всех этих восьми сестер, больше, то есть первой восьмерки, больше Дженово пропустили только футболисты Лацио. У Дженово десять пропущенных мячей, уже двенадцать. У Лацио было двенадцать перед началом хура. Но при этом Лацио больше всех забили, чего от Дженово не скажешь. Хотя атака хорошая у Генуэса. Если же мы заговорили о великих клубах, давайте все-таки не забывать о том, что Дженово, несмотря на то, что довольно долго болталась в низших сериях, в серии Б, Генуэса, тем не менее, имеет в своем счету девять чемпионских титулов. То есть, если не брать Милан, Интер и Ювентус, Генуэса следующие реальные претенденты на звездочку. То есть, на знак, на форме, означающий десять скульдер. Это понятно, что это все, скорее, такой фантастический прожект Дженова, чемпион Италии. Но на сегодня Генуэса это клуб, который уже, наверное, и середняком не считается. Это середняк, уже частично свои амбиции реализовавший уже клуб, представляющий из себя что-то большее. Хотя, безусловно, пока не элитный клуб. Тиагу делает передачу на Сисока. Сисока. Дель Пьеро. Дель Пьеро. И передача пошла. Он опять сделал то, что нужно. Малинара! Нужно было решать этот эпизод. Алисандро Дель Пьеро восхитительно. Просто восхитительно. Мотта. Вот Мотта отвратительный. И Сисока сыграл очень здорово. Я думаю, что нам сейчас обязательно покажут эпизод, как вытянул на себя половину защитников. Алисандро Дель Пьеро. И сделал точнейшую передачу в зону, где у Джена просто огромный прорех изъяло. Недвер. Она и опять здесь сияет. Вот только Потенция прибежала. Потенция. Главой. Был бы Малинара чуть помягче, потехничнее. Мяч, по-моему, из воротка не летел. Если бы он был помягче, потехничнее, для Джена многое могло бы закончиться уже в первом тайме. Алисандро Дель Пьеро сказал, что он все еще не теряет надежд получить золотой мяч. Но я думаю, что в этом году золотой мяч однозначно получит Криштиану Роналду. Но если бы Ювентус играл в Лиге чемпионов не только в этом сезоне и в прошлом, если бы Алисандро Дель Пьеро сборной Италии получше отыграли на чемпионате Европы, в принципе, и Криштиану Роналду ничего такого выдающегося на Европе не показал, хотя в целом играл неплохо. Но у Дель Пьеро там была такая ситуация. Канадони его взял, но, по-моему, сам не понял, зачем. Так просто общественное мнение потребовало. Так вот, в этом случае, конечно, можно было бы говорить о том, что Дель Пьеро вполне может этот приз получить, потому что на протяжении двух сезонов серии А, трех даже сезонов, если брать серию Б, он играет фантастически. В Лиге чемпионов, ну, все все видели. Маркиони. И заканчивая тему Алисандро Дель Пьеро, хотя тема эта приятна и неисчерпаема, когда Диего Армандо Марадона совершал поездку по Европе и заехал в Испанию для того, чтобы, видимо, главным образом посмотреть на аргентинцев, выступавших в Испании, выступающих, ну, Игуаин, Гаго, Месси. Не думаю, что ему нужно смотреть на фактически собственное взятие Сьерфа Агуэра, но тем не менее. И как раз он присутствовал на матче Реал-Дювентус, где Дель Пьеро забил два мяча. А Дель Пьеро Марадона – это кумир, кумир детства. Как раз он в Италии играл, когда Дель Пьеро был маленьким. Как говорит Дель Пьеро, он всегда приходил в воскорг от того, как Марадон исполнил штрафный. Недвед делает передачу вперед, опять Малинара падает. Вообще, часто поскальзывают футболисты. Так вот, у Марадона даже есть футболка, на котором написано «Альпио Гранде» – футболка Дель Пьеро, то есть фактически великому, самому великому. И Дель Пьеро, узнав, что Марадона на стадионе, ужасно обрадовался. Сказал после матча, что он надеется, что Диего Армандо понравились мячи, которые он забил. Ну, а на следующий день аргентинская газета «Оля», ведущая, вышла с крупным заголовком. Алисандро Дель Пьеро крупным планом, и внизу надпись «Диего, приглашай его». Ну, имеется в виду, что в сборную он был играть. В сборной поехал. Передача! Патенц так выпрыгнул. Понятно, что Алисандро Дель Пьеро не может сыграть в сборной Аргентины. Но, в общем, история такая забавная. Патенца выпрыгивал в чужой штрафной, но вот прошла первая передача через воздух. Она была не очень удобная для Патенца, и сам Патенц так явно воротам соперника не угрожал. Ну, эпизод интересный. Давайте еще раз посмотрим. Малинара держал Патенцу, то есть здесь никто никого, в принципе, не терял. Малинара за своим подопечным с фланга пришел в центр. Рубинья. Длинный пас вперед. 42-я минута встречи. Ювентус Джена при очень живой игре с обилием опасных ударов и с немалым количеством голевых моментов Ювентус выигрывает у Генуэсса в 2-0. Потерялся Мелита в последние моменты, но он потерялся, потому что передач ему практически не выполняет. Вроде бы стал оживать на правом фланге Патенца в связке с Патенцией. Сразу же на левом выключился напряжку безбороны из игры. Дель Пьеру и штрафной. Как он их бьет вообще в этом сезоне, в особенности, все, по-моему, знают. Удар по воротам. Все-таки делеговато для Александра Дель Пьера. Поближе бы метров на 7 было бы тогда поопаснее. Нога у него поехала. Посчитали, что если брать с 2004 года, то процент попадания у Александра Дель Пьера со штрафных 34,3%. Это фантастика. Это каждый третий штрафной полетает. К Елине. Мелита выпадает немножко. Чувствует, что мяч до него не доходит и нервничает. Паладино. Мотто. Пожёстче, побыстрее. Нужно Мотти играть. Это неиспланирует. Мяч отбирают жёстче и гораздо стремительнее. Привыкнуть, конечно, надо человеку. Специфики. Вот и медведа обокрали. Пожалуйста, Мотто. Передача на левый фланг. Безборония. Мотто. Метчик проскакивает по Тенце. Да, по Тенце. Передача. Всё низом-то. Здесь было нарушение. Даже после нарушения, не удара, какой-то кошмар. Грагеру уронили. Роси немножко извиняется. Чуть-чуть. Явно вот такого нарушения не было, наверное, да. На повторе не разберёшь, арбитру-то виднее. Недвид. Дель Пьера. Опять обыграл. Дель Пьера. Передача не совсем удобная была. Передача. Вот здесь Дель Пьера чересчур сильный пас делала. Кроме того, Амаури, судя по всему, в офсайт уже забежал. Последняя минута пошла основного времени. Мягкий пас. Удобный пас. И неудачный пас. Манингер. Всё ищет Мелита. Манингер. 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 Феррари. Ну, почти прошла комбинация. Паладино. На линии чужой штрафной. Долго очень ждал. Мотта. Вроде бы всё время мяч таскают на линии штрафной. А передачи не совсем удобные. Потенция. И по-прежнему с мячом Дженуа. Они мяч ещё часто забирают. И второй волной накрывают. Как-то уж всё очень в кучу сбиваются в центре футболиста Дженуа. Потенция. А если на фланг, то следует подача на уровне колена. Вот такая вот. Это может только насмешить лигроатали с Кирилем. Чтобы они там от смеха упали. Тогда получится. Недведь. В результате и Мелита здесь. И ещё в центре оказываются то Росси, то Газбарони, то Потенца. И как-то куча мала. Посмотрим, что сейчас решит в перерыве главный тренер Дженуа Гасперини. У нас пока первый тайм закончился. Ювентус Дженуа 2-0 в пользу Ювентуса. Давайте отдыхать в перерыв. Телеканал «Спорт» продолжает внимательно наблюдать за тем, что происходит в поединке Ювентус-Дженуа. Я надеюсь, что вы продолжаете наблюдать вместе с нами, потому что игра очень хорошая. Я обещал сказать пару слов о том, что же там с Дженуа. С Дженуа следующая ситуация обстоит следующим делом. Дженуа несколько лет назад уже чуть было не вышел в серию А, но там был договорной матч. И поэтому в серию А Дженуа не пустили. Как раз тогда Дженуа был силен, и тогда же за них играл, между прочим, Диего Мелитто. И, видимо, отношения с клубом у него были очень хорошие и с болельщиками. Но Генуа вообще очень красивый город, могу это засвидетельствовать. Если вам когда-нибудь в Лигурии случится побывать, обязательно уделите время Дженуа и всему. И сам город, и порт, и кухня, все там замечательно. Уехал он играть, играл в Сарагуссе, но как только представилась возможность, хотя им интересовались серьезные клубы, Джена уже год как играл в серии А. И вот в этом межсезонье Диего Мелитто вернулся, вернулся в Гену. И, видимо, очень-очень этим доволен обстоятельством. Хотя кто-то может сказать, ну как футболист вроде бы такого уровня, ну не то чтобы звездного, но очень серьезного, оказался в Гену в скромной команде. Но в Генуе очень тщательно подошли к вопросу комплектования. В прошлом году играл Марко Барьелло за Дженуа, который был одолжен. Ну не то чтобы одолжен, часть прав была продана Генуэсом Миланом, часть осталась у Милана. И Милан мог его выкупить, но за это пришлось бы заплатить деньги. Вот Милан эти деньги серьезные, очень не заплатил. И таким образом Джена очень удачно, очень удачно в свое время купил вот того самого передачи на правый фланг, купил вот того самого футболиста Диего Мелитто. Ну кроме того, еще достаточно здорово было то, что продали Конко еще в Севилью. Одним словом, деньги появились у Дженуа, и деньги были эти инвестированы с большим толком. Тут тебе и Мотто, тут тебе и Милитто. Ну и кроме того, еще ряд футболистов появился, чуть похоже, об этом не скажу. Немножко насмешили меня и эти итальянские графики. Я не знаю, обратили вы внимание на надпись, которая висела в верхнем углу экрана, но это когда кто-то балуется и кому-то достанется очень сильно. В Италии я имею в виду, потому что надпись была не совсем приличная. Ну неважно. Так вот, мы продолжаем наблюдать за футболом. И в Джену очень толковый президент. Предсиози уже заявил о том, что будет неторопливо реализовываться план по восстановлению генезского клуба. И никто не требует от Дженуа с первого же раза попасть в Еврокубки. Здесь будут неторопливо идти к своей цели, к созданию... Но я так понимаю, что пока речь идет о том, чтобы сделать клуб уровня, ну, Фиорентино, например. Рафаэля Паладина на левом фланге. Передача в штрафную площадку. Обратите внимание, несмотря на то, что регулярно генезцы присутствуют в чужой штрафной, при этом ударов почти нет. Вот не получается, ну или защитники не позволяют. Я думаю, что генезцы уже в следующем году вполне могут оказаться в Кубке УИФА, например. А это уже будет серьезный, очень-очень серьезный результат. И вот как раз шанс для футболистов Дженуа! Ну надо было, надо было, конечно, сейчас забивать. Пожалуй, такого эпизода еще не было, который бы настолько здорово провернули игроки Дженуа. Передача в чужую штрафную. Посмотрите, как быстро и легко все разыграли. Передача пошла на Диего Мелито. Мелито опять сыграл в этом эпизоде отлично, просто отлично. Дель Пьеро. Мотто. Скули. Мелито. Обыгрывает и сразу бьет! Хорошее начало. Итак, состав Дженуа. У генезцев Рубини в воротах, 83-й номер. Полевые игроки Бьява, 25-й, Феррари, 13-й, Крешиту, 4-й, Патенс, 3-й, Мотто, 28-й, Юрич, 88-й, Мотто, Юрич, 28-й, Росси, 7-й, Паладино, 10-й, Мелита, 22-й. И теперь 14-й скули вышел этот нападающий вместо 18-го номера Газбарони. Главный тренер команды Гасперини Ювентус. Маннингер в воротах, 13-й номер, Грегера, 21-й, Легратали, 33-й, Кьелини, 3-й, Мулинара, 28-й, Марк Йони, 32-й, Сисока, 22-й, Тиагу, 30-й, Недвед, 11-й, Амаури, 8-й, Идель Пьеро, 10-й, Раньере, главный тренер. Сегодняшнюю встречу нам только что показали арбитра этого поединка. Сегодняшнюю встречу судит, на мой взгляд, очень неплохо Джан Локко Рокки из Флоренции. Вот, пожалуй, все. Давайте наблюдать за тем, что происходит на поле, потому что генуэзцы, судя по всему, сейчас будут атаковать значительно больше. Если сейчас Дженуа забьет, то тогда нас, очевидно, ждет еще более мощная атака Дженуа и контратаки туринского Ювентуса, с помощью которых и очень с помощью отличных атак действовали хозяева в первом тайме на протяжении последних минут 20-ти. Потенца. Сисока. Медвед. Амаури. Нарушение правил. Маури. И хнул соперника. Хорошо коленом. Мюльберг разминается. Нам показывают в игре от Алии. Но Мюльберг нередко выходил в предыдущих матчах и на позиции украйнего защитника. И с этой точки зрения позиция Малинара достаточно уязвима. Медвед. Этот в Бероне не играл. Дали ему отдохнуть. Дель Пьера. Амаури. Чужой штрафной. Мягкая передача. Но, по всему, Александр Дель Пьера просто не ожидал вот такого движения. Вот вам, пожалуйста, контратака. Мелитто. Очень далеко назад отошел Мелитто. Амаури. Обыграл и даже не прострелил, а скорее прокатил мягко мяч. Дель Пьера. Нарушение правил. Дель Пьера спросили перед... Ну, не то чтобы перед этим матчем. Недавно. Как он оценивает свои шансы поехать на чемпионат мира. А сам он сказал, что очень-очень надеется поехать на мировое первенство в 2010-м году. Дель Пьера возле мяча. Посмотрим, как сейчас Оругинья вот с этой попуткой справится. Еще разочек надо выполнить подачу. Подача. Удар по воротам. Выиграли борьбу в воздухе-то. Выиграли Рубинья. Мгновенно пульнул мяч вперед Рубинья. Сисока. Сейчас на позиции центрального защитника. Сисока. Опять Амаури. Амаури. На правом фланге. Вероссий мяч не убивает. Так вот, значимые футболисты, которые появились в Гену и в межсезонье. Папа Статапус, во-первых. Газбаруни из Пармы пришел. Патенса из Фиорентины. Бьява из Палермо. Нет, это откровенно неудачно. Диего Мелита из Сарагоса. Это была самая дорогая покупка. Тиагу Мотто достался бесплатно. Бошко Янкович из Палермо. Джан Доменико Место из Удинеза. Паладина из Угвентуса. Феррари из Ромы. Ну и, пожалуй, еще надо отметить появление Оливера. Также из Угвентуса. Вот все фамилии, которые я вам сейчас зачитал, они для тех, кто регулярно следит за итальянскими событиями. Не то чтобы хорошо знакомые, но они, в общем, не слухуют эти фамилии. Вот такое было укрепление. Но, естественно, что некоторые футболисты и покинули. Здесь не только Барьелло. Ушел Чезаре Бова в Палермо. Ушел в Севильо Конко. Я уже об этом говорил. Ушел в Сиену Гизаль. Но все равно очень здорово укрепилось, несмотря на все потери. Дженуа. Маркиони. Здесь будет Феррари первая. Паладина. В итоге траты генуэзцев составили, ну, учитывая, что была и прибыль, составили 10 миллионов евро. Ну, больше. 10 миллионов 700 тысяч. Баланс такой получился. Передача в центр. Начало очень хорошее. Сейчас снова генуэзцы чуть-чуть успокоились. Мауро Камаронези начал разминаться. Я, по-моему, как тоже говорил, что Ювентусик, выскажу свое скромное мнение, просто мой любимый полузащитник и один из любимых в серии А, но наравне, может быть, с Массимом Бразилии. Юрич. Маркиони сейчас оказался рядом с Александром Дель Пьерро. Я говорил, что они чуть-чуть похожи, но бы невысокие, техничные, крепкие. Хотя, если обратить внимание, Александр Дель Пьерро, когда мяч ведет, он чуть-чуть наклоняется, и у него так чуть-чуть опущена голова, хотя он никогда не смотрит только на мяч, как положено великому футболисту. Но такая фигура у него чуть более сгорбленная, чем у Маркиони. Передача направо. Фиг винта здесь разминается. Мотто. Назад на Кришито. Росси. Преследует его Маркиони. Паладино. Мелитто. Здесь должен быть Потенция, здесь должен быть Скулли. Длинная передача. Скулли тоже забил в прошлом туре, забил в ворота Реджины. Недвед. Потенция его преследует. Недвед. Дель Пьерро. Было нарушение правил. И желтая карточка. Тиаго Мотто получает предупреждение. Первое. Кстати, первое сегодня предупреждение. Вообще нарушений правил не так много. Вот вам и стеклянный Мотто. Стеклом тоже нужно порезать. Еще как. А при чем тут Мотто? Потенция нарушила правила. Тиаго Мотто. Тиаго Мотто. Тиаго Мотто. Тиаго Мотто. А желтую карточку получил Мотто. Юрич. Отдает мяч сопернику. Чтобы никто особо не хлопает. Марк Йони. Очень вероятная замена Марк Йони на Камаранезе. Сейчас посмотрим. Паладина. Паладина он сейчас больше на левом фланге действует. Даже, я бы сказал, на левом фланге. Ближе к центральной линии. В первом тайме он, по сути, являлся правым нападающим. Хотя его и в центре он появлялся, и в центре атаки тянуло регулярно. Сейчас слева. Паладина. Росси. Паладина. Сейчас ему придется столкнуться все-таки не с достаточно безалаберно действующим Малинара, а с более грамотным Грегерой. Вот мяч отобрал у Грегеры. Ну и стоило стараться, чтобы такую передачу выполнить Руфаэля Паладина. Хорошо обыграл. Получилось нездорово. В запасе у Джену, помимо галкипера Скарпи, Папа Статапулос, Бакетти, Оливера, Ванденбора и Янкович. Ну и Скули уже на поле выше. В запасе у Ювентуса. Галкипер Кементи, Мюльберг, Дичели, Маркизио, Камаранези, Джовинко и Эквинто. Скули, конечно, толкнул в спину Медведа. Но повозмущался. Так положено. Замена у нас готовится. Медвед держится за плечо, но замена другой команде. Замена в составе Джену. Сейчас посмотрим, кого с пулей уберут. Мотта. Возле собственных ворот. Сисока. Могучим ударом. Зашил эту атаку окончательно. Сисока. Соком мог сегодня не сыграть. Между прочим, он в поединке с Кьево толкнул соперника. Причем не заметил это. Бакетти на поле выходит. Не заметил этого. Арбитр толкнул защитника Кьева, Марио Еписа, колумбийца. Но, тем не менее, все-таки он избежал. Он даже, по-моему, не только толкнул, но и по ногам стукнул. Избежал. Тем не менее, дисквалификации. Сегодня на поле выше. Бакетти на поле выходит. Меняет потенцию. Бакетти вообще это защитник. Может быть, сейчас попробует перестроиться Джену. Молодой достаточно защитник. 21-летний. В этом сезоне уже 7 матч сыграл. Правда, в основном на замену выходил. Тесока. Грегера. Мотта. Когда Прециози спросили о том, чего он ждет от своей команды, он сказал, что... Прециози, президент Дженуа. Он сказал, что его полностью устраивает то, что команда находится в левой части турнирной таблицы. В левой, ну, это такое итальянское стоявшееся выражение. Дело в том, что там в трессе и на телевидении пишут турнирную таблицу двумя столбцами. Первые 10 команд, вторые 10 команд. Соответственно, левая часть – это всегда первая десятка. Вот такое вот умеренное заявление, я бы сказал. В принципе, глядя на то, что вытворяет сегодня на полу Дженуа, глядя на то, чем Дженуа располагает, и на скамейке запасных в стартовом составе, думается, что Генуэз способны и на больше замахнуться. Да простят меня болельщики Фиорентины. Не хуже, чем Фиорентина. Даже не хуже, чем Рома. Ну, в общем, дело не в том, что Рома совсем плохо там как-то играет. Рома просто сейчас тяжелый период. Мелита. Есть определенная сыроватость, но так это, наверное, неудивительно, я про Дженуа говорю. Неудивительно, если столько народу появилось в межсезонье в составе нового. Кришито. Хорошо, очень сыграл против Амаури. Мотта. Тут есть, конечно, много «но». Как часто фланги поймут, что нужно выполнять больше объем работы. Как быстро Мотта заиграет стремительнее. Как часто будет получаться снабжать достаточным количеством передач Диего Мелита. Вот с Реджиной получалось, но «Ювентус» это не Реджина. Юрич. Тягу. И очень, конечно, интересно, какой состав «Ювентус» выпустит в Санкт-Петербурге. Несмотря на огромное количество травмированных, тем не менее, может себе позволить Раньери. Нескольких футболистов основы на поле не поставить. Росси. Кришито. Мотта. Паладино. Вроде бы было хорошо, но «Ювентус» мгновенно все перекрыл. Феррари. Кришито. Мотта. Тесоко. Мотта. Убрал-то мяч хорошо, а вот дальше, лишь сейчас удалось пробиться через Тиагу. Юрич. Налево. Хорошая передача. Скули. Чужой штрафной бьет Скули. Мимо. Играть остается все меньше. Я хорошо помню, когда Скули впервые о себе заявил. Он очень неплохо играл за Молдена в составе 2002-2003. А вот дальше, где только не играл, а забивал мало, хотя способен он явно на большее. Футболист очень способный. В этом сезоне три мяча уже Джузеппе Скули забил за Дженова. На Мауре. Штрафное за спиной у Кришито был Дель Пьера. Нужно было во что бы то ни стало передачу прервать. Кришито кто-то, может быть, помнит по Олимпийским играм. Он был в составе сборной. Камаранези. Хвалил его Раньере. Говорил, что он сейчас тренируется очень ожесточенно. Возвращается после травмы. Сейчас и посмотрим, будет на поле, нет? Похоже на то. Юрич. Малинара. Назад на Манингера. Тут вариантов и Кришито других не было. Перед ним Марк Йони, а чуть-чуть спиной Бель Пьера. Просто как можно дальше мяч нужно было вынести. Что он и проделал. Бель Пьера. Ильиня подкрался чужим воротом. Замаячил за спиной у Росси. Тем временем Мелита отрабатывает возле собственных ворот. Передачу пятками нужно делать, когда уверен в себе полностью. Ошибка Юрича. Подача Марк Йони. Недвец. Дель Пьера. Здесь тяжело. Вдвоем его сразу атаковали. Мгновенно. Юрич. Осматривается Хорват. Мелита. Халадина. Передача в штрафную. В исполнении Юрича. И Килини на мяча первый. По-моему, каждый второй навес почему-то у генуэзцев преобразуется в какой-то полупрострел. Я уже говорил про эту подачу на уровне коленей. В втором тайме то же самое мы видим. Подача. Сысока. Борьбу в воздухе выиграл. Дальше борьбу в рывке проиграл Руси Капитану. И передача хорошая на левый фланг. Паладино. Мяч останавливает. Успевает. Против Грегеры. Пас. И Мотта бьет. Атака продолжится. Бакет. Против Марк Йони. Бакет. Мелита. Жестко у него вцепился сразу для Гроттали. Я говорил про то, что Диего Марадона. Камаронези появляется вместо Марк Йони. То, что Диего Марадона. Кумир не только для Александра Дель Пьера, но и для Мауру Камаронези, который вообще-то аргентинец. Но это все давно знают. Так вот, что Диего Марадона совершил поездку по Европе. Причем Марадона в Италию не заезжал. Хотя в Италии играет, ну, как минимум, четыре кандидата в сборную. Причем голкипер Карисо из Латсо почти наверняка будет в стартовом составе. И Мелита уже Марадон тоже заявил, что рассматривается как претендент. Но был в Испании. Съездил в Англию. Потому что новым капитаном сборной будет Хавьер Маскерану. Побывал в Испании. Был в Германии. Пообщался с Демичелесом из Баварии. Падает Дель Пьера и штрафной. Ну, правда, уже там ругается с президентом АФА Аргентинской Федерации Грандон и Марадона. Сказал, что ему Руджери нужен в помощнике. И если Руджери не будет помощником, Марадона и сборная уйдет. А Грандона Руджери очень не любит. Ну, это так, к слову. Штрафной. Штрафной. Дель Пьера против Рубиньо. Сейчас, как только штрафной будет пробит, скажу пару слов об интервью на эту тему. На тему штрафных, которые Рубиньо дал. Пока Дель Пьера возле мяча. 27 метров. Да. Удар. Дальняя девятка. Метил, немножко не попал Александра Дель Пьера. Рубиньо перед этим матчем спросили. Скажите, вот, можно сказать о том, что такие штрафные не дают вам спать? Вот вы скоро играете против Александра Дель Пьера. Вам не мешают спать мысли о том, что будут такие штрафные пробиваться, что это опасно? Рубиньо сказал. Вы знаете, у меня три месяца назад первый ребенок родился. Я вообще не очень много сплю по ночам. Тут и без штрафных Дель Пьера. В общем, есть от чего беспокоиться. Мы сказали, у Дель Пьера же тоже сын. Рубиньо сказал. Но моему три месяца, а сын Дель Пьера год. Поэтому пусть он меня лучше не по поводу штрафных проконсультирует, а как бы пеленки пологче менять. Но, правда, потом так уже в серьезном тоне говорил. Говорил о том, что, естественно, он много очень видел штрафных, которые Дель Пьера исполнял. Ну, и всячески Дель Пьера хвалил. Нарушает правила сейчас капитан Ювентуса. Вообще, во втором тайме Дель Пьера уже не так остро смотрится. Но и игра сама стала более осторожной, причем в исполнении обеих команд. Генуэсты прекрасно понимают, что еще одна ошибка – это все. Но, правда, если мы сейчас не забить, это тоже будет все. А после пары моментов в начале тайма Генуэсты опять сникли. Ну, или, может быть, сник Генуэстов Ювентус. Если так можно сказать. Паладино. Центр потянулся Рафаэль и Паладино. Передача на левый фланг. Паладино. Навес следует. Скули. Пытался в касании обработать и выпустил мяч за лицевую линию. Нога поехала. Скользят. Продолжают скользить футболисты. Мяч-то позволили, тем не менее, обработать. Думается, что все-таки будет оборонительную линию укреплять Ювентус. Думаю, что Мельберт здесь не панацея. Говорят про защитника-партизану Ивана Абрадовича. Манчанцы и Квинта. В принципе, возможная замена, если сейчас Амаури будут менять. Камаранези на Недведа. Было положение вне игры. Сейчас три, ну, если хотите, сенатора, как их называют. Три футболиста, которые еще до падения в серию Б за Ювентус играли. Мяч на левом фланге. Неудачная передача. Ходили слухи о конфликте Раньерес-Дель-Пьера. Но Александр Дель-Пьера такой футболист, который никогда о конфликтах рассказывать не будет, если эти конфликты длятся. Но, по слухам, так, из интервью других футболистов, понятно, что затеял в этом сезоне Раньери какие-то перестановки. А вот этим самым сенаторам и тиранам это не очень понравилось. В частности, Недведу, Камаранези, Дель-Пьера. Даже не то, чтобы понравилось, а что они... Дело в том, что они не совсем понимали, чего именно добивается Раньери. Но после победы над Реалом, похоже, во всех конфликтах его участники, их участники, если конфликты вообще были как таковы, если это можно было назвать конфликтом, а не неким недопониманием. Вроде позабыли, и там Раньери в комплиментах рассыпается все время, в адрес Дель-Пьера особенно. Передача на правый фланг. Мелитто поборолся. Продолжает бороться, и мяч все-таки выгрос у Малинара. Осталось сыграть 15 минут, всего-навсего. Мотта. Паладина. Камаранези в борьбу вступил. А Маури. Передача пяткой. Прошло, но первый на мяче был Мотта. 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 Бакетти. Во всайде уже Мелитто. Паладина. Мелитто. Возле чужих ворот. Здесь Маннингер сыграл четко. Не получается пока у Диего Мелитто. Он обещал, что Дженуа сюда приедет за победой. Действительно, Дженуа не пытается играть в закрытый футбол. Но в результате, в результате, в эту самую открытую в обороне дверь дважды вошли футболисты Ивентуса. Мадель Пьера ударили по ногам. Ну, ударили. Я думаю, что напрасно Юрич сейчас возмущается. Бэм. Пакетти. Рубиньо. Не очень уверенно. Росси. Росси продвигается вперед. Вдвоем прессингуют. Мотто. Винтус организует прессинг по полной программе. Мотто. Длинную передачу выполняет на Мелитто. А тот в положении вне игры. Здесь офсайт был. Пакетти. Перешли на игру окончательно с помощью длинных передач и генуэстин. Все время пытаются диагональ у кого-то найти. И периодически эти передачи проходят, когда они идут почти в лицевую линию. Как минимум дважды Паладин мяч настигал, а дальше ничего. А вот Дель Пьера против Феррари. Дель Пьера. Убежать не получится. Феррари здесь сыграл хорошо, хотя Ювентус мяч сохранил. Скули. Здорово сыграл. 36 лет человеку. На 77-м минуте встречи вступает в жесткое единоборство. Мяч отбирает. Любопытно, что Камаранези пока очень часто появляется в центре. Понятно, что он правый полузащитник. И он вышел именно на эту позицию. Но уже трижды я его поймал в центральной зоне. Пас на Маури. Не точно. Паладинов. Мяч тащит. Тащит. Привалок. Три человека его окружили. Бакетти. Мотто. Юрич. Мелитова. Далеко он мяч принимает от чужих ворот. Дель Пьера. Пытался пробросить мимо Бьявы себе сходу мяч на ход. Не получилось. Росси. Дель Пьера подустал. Бакетти. Двинул. Двинул. Атаку. И пас сюда на Мелитова. И как здорово выставляет корпус к Елине. Как на стенку кирпичную наскочил сейчас Диего Мелитова. Чистофка. Надо игру останавливать. Вообще рукой-то все помогал Кейлине. Но так самую малость и в самом начале движения Мелитов даже и не возмущался. Бьява лежит на газоне. За колено держится. Пока пауза. Я, во-первых, скажу, что и Дженуа и Ювентус в одной восьмой финала Кубка Италии. Но будут играть свои матчи только в январе. Дженуа с Интером. Ювентус с катанием. Дженуа в гостях. Ювентус дома. Вроде эпизод такой, да, он безобидный был. А, вот, наверное, в этом эпизоде, когда продолжал движение Дель Пьеро, он мог коленом в колено попасть в бьяве. Ну и еще скажу, что в следующем туре Ювентус встретится с Интером. Эта встреча будет обязательно телеканалом показана, предложена вашему вниманию. Аладсо сыграет с Дженуа в Риме. Встреча сверхлюбопытная, и мы ее тоже покажем. Вот он, Сократис Папастатапулос. Очень тяжелая фамилия, длинная. Еще одно приобретение. Честно говоря, я думал, что он сегодня будет играть в стартовом составе. Это защитник, причем защитник, который отлично знает, как нужно забивать в ворота соперника. У него просто Сократис на спине написано. Причем защитник совсем юный, ему всего лишь 20 лет. Он в этом сезоне уже забил два мяча за Дженуа. Как он сам объясняет, он вообще-то очень долго наигрывался детскими и юношескими тренерами. На позиции форварда, и уже в довольно зрелом возрасте его сделали защитник. Дженуа таким образом усиляет атаку, как ни странно, выпускает забивающего еще одного человека. Он, между прочим, не только два мяча в этом сезоне успел забить, но и заработать красную камушку. Легратали выиграл борьбу в воздухе. Сбросил мяч в дальний угол. Амаури. Сисока. Камранези. Обыграл Кришито Камранези. И еще раз обыграл. И передачу выполнял. Дель Пьера до мяча не добирается. И при этом нарушал правила Александра Дель Пьера. Руками оперся. Камранези здорово сыграл в этом эпизоде. Да, конечно. Я, с вашего позволения, все-таки буду Папу Статапулоса Сократисом называть. Хотя, в общем, не знаю. Повторить 10 раз без запинки Сократис, Папу Статапулос. Как скороговорка просто. Попробуйте. Феррари. Мотто. Юрич. Делает передачу Юрич на левый фланг. На Кришито. Еще одна замена у Ювентуса готовится. Не исключено, что сейчас Ликвинта на поле появится. Хорошая была возможность через правый фланг пробиться чужим воротам. Но не поспел сейчас к мячу с пули. В результате Малинара поскакал по левому флангу. И у него есть время, чтобы посмотреть. Он посмотрел и передачу выполнил так себе. Но, правда, атака продолжается. Дель Пьера. Рубиньо влез. И грубо разрушил третий гол Ювентуса. На технику бил Дель Пьера. Малинара. Очень здорово Маурис сыграл. Поборолся. И успел выкатить блестящую передачу мяч. Аккуратненько на ногу Дель Пьера. Только пробить нужно было. Что Александр Дель Пьера и сделал. 83-й момента матча. Ивентус Дженуа. 2-0. Дель Пьера. Сисокко. Мелито. Обыгрывать будет Легратали. Кстати, вполне можно. И он это делает. Штрафной уже Диего Мелито. Здесь такая толпа сразу понабежала. Я уж молчу, что пришли и Тиагу. И к Елине так еще и Сисокко примчался откуда-то из центрального круга. Да, и Квинта сейчас на поле появится. Угловой. Подача. Все проскочили мы в мяча и удар не получился. Им еще не везет сегодня. Уже дважды вот такие ситуации были. Помните Монту в первом тайме? Юрич. Вообще игра Латсу Дженуа, но если не случится там форс-мажора, должна получиться очень открытой и сверхинтересной. Потому что и те, и другие всегда играют в футбол атакующий. Росси получает желтую карточку. У нас риф атаки. Да, действительно, держал Дель Пьера за майку. Дель Пьера тоже руками работал, но так более осторожно. Амаури меняют. Минчанца Юкинта вместо него появляется. На поле. Жан-Лука Песотто. Одним из первых, наверное, Амаури поприветствует. Пока вызовов в сборную Амаури не получает. Все-таки в сборной Бразилии там все очень серьезно в атаке. С ним, правда, такая ситуация. Я не знаю, уже закончилось оформление документов на итальянский паспорт. Но буквально неделю назад еще сообщали, что вот-вот должно. Передача на дальнюю штангу неудачна. Его можно в сборную Италии пригласить, если сочтет нужно Марчелло Липе. Итальянцы совсем скоро товарищескую встречу, между прочим, с бразильцами и сыграют. И будет это в Англии на Эмирейт-Стериуме. Дель Пьера пока Марчелло Липе в сборную не зовет. Как сам он объясняет, не потому, что исключил его из состава. Винченцо и Квинта. Один на один с Рубиньо. Все. Ивентус обыграл Дженуа и сделал это в своей фирменной, я бы сказал, циничной манере. Слишком много. Дженуа рискнул с Ивентусом играть совсем в открытую. И это чревато вот такими вещами. Слишком много позволили возле своих ворот. По сути, вот такое могло случиться ведь еще раньше, правда? Опять Дель Пьера. Ой, фантастика. Фантастика. Вы посмотрите, одним касанием. Дальше было все делом техники, которая имеется в достаточном количестве у Иквинта. Вся комбинация, она же прям по центру пошла, как по линейке. Две вертикальные передачи и все в касании. 3-0 в пользу Ивентуса. 3-0. Маладина. Я даже уже не знаю, сколько еще можно, ну что, Джовинку сейчас увидим, Дель Пьера восхищаться. Ну, просто так уже, чтобы вам, уважаемые зрители, особо не надоедать, говоря одно и то же. Вы сами все видите. Потому что, если, в принципе, наблюдать только за игрой Дель Пьера сейчас, получится... Не знаю, помните, как в мастере Маргарите там на балу кот все время кричал, и король... Ну, мы восхищение. Королева восхищение. Ну, примерно то же самое будет. Мы восхищение. А король собежит Дель Пьера в полном порядке, как всегда. Кого заменит? Джовинку. Дель Пьера. Куртянскую повязку Медведу. Не выглядит довольным Александро Дель Пьера. Это, в общем, замена достаточно логичная. Человек подустал, человек все сделал, а в матче, по сути, совсем совершенно уже все ясно. Потрясающе. Просто потрясающий футболист Александр Дель Пьера. Я даже решил похлопать. Вместо него выходит Себастьян Джовинку. Пока футболист, ну, может быть, излишне рекламируемый, потому что, по сути, Джовинку еще очень много. Нужно доказывать в футболе, хотя его пытаются представить, как пенальти в ворот Ювенкуса. Ну да, вовремя. Пытаются представить, как замена Александра Дель Пьера. Посмотрим. В свое время Александра Дель Пьера пытались представить, как замену Роберто Баджо. Со временем оказалось, что так это и есть. Хотя поначалу многих раздражало такое сравнение. Игра рукой. Ну, по-моему, да. Я не уверен, правда, что был бы пенальти при счете 0-0 такой. Мелита будет бить. Мелита по-прежнему лучший бомбардир. У него 10 мячей в этом чемпионате. Это его 10-й гол. Я думаю, что главный тренер сбора Дженуа, нам сейчас как раз с крупным планом эспири не показывают, предпочел, чтобы арбитры лучше бы гол засчитали. Ну, точнее, положение вне игры не определили. Вот тогда в первом тайме, помните? Ну, смотрите сами, уважаемые телезрители. Мне кажется, что, в общем, была игра рукой. Хотя пытался этого избежать. Или гротали. Но не избежал. 3-1. Четыре забитых мяча, между прочим. А голевых моментов и того больше сегодня было. А у нас, в общем, футбол-то не прекращается. И еще одна атака. Бакетти выручает свою команду Паладино. Хотя бы если бы еще минут 10 было, но нет этих 10 минут. Камаранези. Ювентус нанес по чужим воротам 14 ударов. Из них 5 в створ. Теперь статистика Дженуэ. Это действительно интересно. 7 ударов по чужим воротам. И ни одного в створ. Ни разу до удара в створ генуэсцы не довели дело. Мало того, у них очень много было эпизодов, которые не закончились даже ударом в сторону ворот. То есть, которые потенциально были очень хороши. Ну, брака многовато. Юрич. Мелита. Прометчиво немножко в борьбу вступил. С соперником. А атака Дженуэ продолжится. Прострел. Нет, это никуда. Тягу. Юрич. Плохо. Тягу. Медвид на газон лежит. А процент владения мячом у Дженуэ больше. 53 против 43 у Ивентуса, если говорить о процентном соотношении игрового времени, которое команда мячом владела. А что толку? Да хоть 100%. Сам Недвид, по сути, виноват. Шел очень рискованный подкат. Но Недвид, если Дель Пьерро в Италии многие, даже болельщики других команд, очень уважают за то, что он игрок не грязный. У Недвида репутация не очень хорошая. На поле он считается игроком не то чтобы грубым, но грязноватым. Даже просто грязный. Сисоко. Джовинко. Камаранези. Получает пас от Джовинко. И передача на дальний угол. Четвертый гол. Резкий был пас. Папустотопулос я сказал, что он забивной. Но вот он и забил. Только в собственные ворота. Но не будем слишком горячо его винить. Отметьте передачу Камаранези. Вообще по манере игры Джовинко скорее замена Камаранези, нежели Дель Пьерро. Правда и Камаранези недавно контракт продлил с Ювендусом. Смотрите еще раз. Какой резкий пас был. Там за спиной был и Квинто, но реагировал на передачу Рубиню. Посмотрите, выбрасывался. И Сократи смешался. Хотя вырезал Камаранези мяч по уходящей от вортаря. 4-1. Передача. Это передача. Передача. Это дичь. Дичь. Пас дальше. К чужой штрафной. Доигрывает уже мяч. Матч этот команды. В случае победы Ювендус набирает 24 очка. И возглавляет серию А на пару с Кинтером. Что при такой плотности, которая сейчас царит в итальянском чемпионате, совершенно неудивительно. Но мы давайте дождемся, как Интер свою встречу проведет. Ну и дождемся мы еще и матч следующего тура, где Интер как раз с Ювентусом встретится. В национальном дерби иногда называют такую встречу. Сисоко. Ну как всегда, глава закрыл. Казалось бы, он от этого избавился. Да нет, не избавился. Хотя прогрессирует Мохаммед Сисоко в последнее время здорово. Завтра. Послезавтра играет Интер с Палермо. Встреча любопытная. В субботу. На стадионе Ренцо Барбера. И мы эту встречу покажем. Милан дома сыграет с Киева, и мы эту встречу покажем. Рома Лацо, римское дерби. Ну вот, вроде бы, все интересные матчи. Я просто всех зачитывать не буду. Сейчас нет смысла, поскольку параллельно они не идут. Камаранези. Все идут в атаку. Грагера еще раз попробовал подключиться. Но Грагера уже в атаке все, что мог, сегодня сделал. И гол забил, и выдал голевую передачу. Довольно вялая атака через свободную зону. Легра талии. Маннингер. Все. Свисток. Ювентус дома уверенно очень обыграл Джену. 4-1. И на этом мы с вами прощаемся. Заканчиваем трансляцию этой встречи. Вместе с вами итальянский футбол. С огромным удовольствием смотрел Владимир Стогниенко. Всего хорошего. Смотрите матчи итальянского чемпионата на телеканале «Спорт». До свидания и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok